Слава Украине! Доброго всем утра! Привет всем от Полонского! Так, ну что, ребятки, начинаем наш информационный день с нашей очень любимой рубрики Бавовна. Потому что без Бавовны никуда, тем паче Бавовны сегодня было, хоть отбавляй. Было весело. Рашисты искали пятый угол в четырехугольной комнате, даже на потолке. Да, короче говоря, начнем с временно оккупированных территорий Севастополя и Белгородской Народной Республики. Итак, да, по БНР там совсем не то, что вы думаете, вот эти две бимбы. Не-не-не-не. Значит так, сначала Севастополь, ну это просто цирк там был. Значит, сегодня ночью в 3 часа ночи как минимум два наших дрона атаковали базу российско-фашистского черноморского флота в Севастополе. Местный фашистский гауляйтер Развожаев заявил, что они дроны успешно, как говорится, уничтожили. А судя по картинке, картинка, как обычно, снизу в описании к данному ролику, смотрим по ссылочке. Но судя по картинке, отразили они удар как минимум одного из этих дронов пирсом в самом Севастополе. А что там рядом с пирсом стояло, я не знаю. Но судя по всему, что-то такие у Кондропупели. При всем при этом, что гауляйтер визжал высоким фальцетом, что значит, дрон отбили еще на внешнем рейде. Но если внешний рейд находится внутри пирса, ну так тому и быть. Бабах конкретный, видосика в море, скрыть это не получше. Там по всему городу сирены визжали после этого на машинах, как обычно. Короче говоря, прилеты были, ну это не прилеты, это были приплывы. Приплывы были конкретные, да. Наши дроны, интересно, вот это те самые литовские дроны. Помните, как они там хорошо красиво так называются? Миру, да. То есть мир это пис, ну да. Да, потом принц мира, да. Пис, ну а принц по-английски дюк. Да, и так далее, да. То есть там вот такие вот вещи были, интересные дроны были. Там их много на самом деле, просто некоторые из них приплыли из Литвы. Да, значит, Севастополь сегодня в 3 часа ночи была такая побудка. Им напомнили, что Севастополь, файным украинским местом Севастополь, это Украина, случайно. Ниакой России там скоро не будет, ну и так далее. Да, то есть отличная была побудочка, все хорошо пошло. Бодренько, бодрячком так. Дальше. Временно оккупирована московитами Белгородская народная республика. Да, оттуда, значит, оккупационные московитские войска обстреливают файное украинское место Харьков. Да. И вот известно, что обстреливают ракетами С-300 с этих долбанных установок С-300. И вчера одна из них, ну как бы сказать, ну сломалась. Сломалась, да. Вот, что-то с ней произошло. Я так и не понял, что с ней произошло, но дыма было много. Приблизительно, как вот это вот, когда помните, горел шин, завод по утилизации шин, там, в Подмосковье, вот, пару дней назад, тоже дым такой хороший, стоял приблизительно в Величной Джамалугму. Ну, вот это же то же самое было, точно так же, значит, да. Дым стоял, С-300 горел, причем он далеко от границы с Украиной. Что оно туда к нему прилетело? Не знаю, боевые утки, может быть, биоизмененные какие-то, или гуси, или злобные червяки снизу подобрались. Это науке неизвестно. Факт тот, что установка сломалась, да. Вот, это же еще не все, значит, вчерась, или позавчерась уже была, Шахтерск, это Донецкая область, значит, там прилет по базированию рашистов, о, тут мне походу принесли попить, жаль-ка, пожрать не принесли, ну ладно, такое. Попить тоже пойдет. Да, так вот, прилет по базированию рашистов в Шахтерске, где они себя чувствовали вполне сухо и комфортно, ходили даже без памперсов, ну вот зря они, надо было все-таки или памперс одевать, или бронежилет, хотя ни то, ни то им в Шахтерске не помогло. Прилетело по базированию, даже Гиркин визжал, что туда скорые поприезжали, что все оцепили вокруг, всем гоплык, короче, ужас, кошмар. Ну, что там, как там уже история покажет. Это еще не все. Луганская область, Ровенький, которая вообще далеко от линии фронта, находится, этот город находится в фашистской оккупации с 2014 года, да. Вот, и рашисты себя там вообще чувствовали, как у себя дома. Они думали, что там, как говорится, все, значит, малина у них, никто ничего не попалит, попалили сегодня ночью. Все сгорело, все взорвалось, рашисты бегают, как ошпаренные по Ровенькам, не могут понять, откуда оно прилетело. Ну, прилетел, говорят, что беспилотник. Не знаю, откуда. То ли, мы и послали, то ли Белгородская народная республика обозлилась. Науке это неизвестно. Дальше поехали. Токмак, точнее, не Токмак, а район Токмака. Было два прилета по базированию российско-фашистских войск. Ну, Токмак готовится к освобождению от этой нечисти. И, собственно говоря, знаете, исторгает из себя вот эту гадость всю рашистскую. Очень скоро там ни одного рашиста не будет в вертикальном положении, я имею в виду. В горизонтальном какие-то там еще будут, лишь понятно. Так что готовятся два прилета очень хорошо по базированию. То, что надо, да. Прилет вчера был еще в Скадовском районе. Причем не один там прилетело и по боекомплекту, и по базированию. Сегодня утром уже сказали, прямо утром. Вот эта ночь, ближе к утру, по рашистам прилетело в Бердянске. Замечательно, да. Тоже там бегают, кричат, закрыли район, как обычно. Дальше. Ну, Херсонский район отрабатываем привычно. Там склады с боеприпасами и так далее. Даже не буду перечислять, потому что Херсон работает все время. Наша арта, наши беспилотники. И Васильевский район, Запорожье. То же самое, значит, попадание по базированию российских фашистов. Ну, Васильевский район, это он вместе с Токмаком первым пойдет. Наверное, первым пойдет на освобождение. Наверное, точно, потому что это очевидно. Ввиду близости, так сказать, к фронту, то в Запорожской области они первыми будут освобождаться. Но это не точно. Может быть, еще что-то раньше освободится. Мы же не знаем. А может, Луганская область раньше освободится. И вот будет цирк, если ровенький, освободят раньше, чем Токмак. Кто его знает? Мы же не знаем, да. Такое дело. Всяко может быть. Вот, в любом случае, ребята, мне очень понравился вот этот радостный переполох сегодня в Севастополе. Когда, да, расисты подскочили со своих, на чем они там спят, на койках, не знаю, на досках, на дверях. Кое-кто где в подъезде пьяный спит. Да даже эти, типа, просыпались, подскочили, потому что Украина возвращается, Севастополь. Севастополь повертається додому. Слава Украине!